Самара – город ярких людей, смелых творческих экспериментов. Родина всероссийской студенческой весны. 30 лет назад здесь, на берегах Волги, фестиваль объединил вокруг себя молодежь всей страны и стал культовым. В разное время лауреатами и победителями студвесны становились Евгений Гришковец, Александр Морозов, Диана Арбенина и Светлана Сурганова из группы «Ночные снайперы». Творческий потенциал молодых талантов оценивала авторитетная жюри Евгений Дога, Александр Розенбаум, Лариса Голубкина. Мы хотим познакомить вас с людьми, стоявшими у истоков фестиваля. С людьми, которые были участниками и идейными вдохновителями студвесны. Мы, Светлана Кудрявцева и Анатолий Головко, авторы нового проекта телеканала «Самара Гиз». Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить с Константином Алексеевичем Титовым, губернатором Самарской области с 1991 по 2007 год. Именно при Константине Алексеевиче и заразилась в Самарской области Всероссийская студенческая весна в 1992 году. Константин Алексеевич Титов, член общественной палаты Самарской области, губернатор Самарской области с 1991 по 2007 год. Хотелось бы в первую очередь спросить, как в это сложное время, 1992 год, пришло решение поддержать Всероссийскую студенческую весну и организовать ее именно в Самарской области. Если говорить немножко о предыстории вопроса, то для меня студенческая весна началась в 1963 году. Это интересно. Я в 1962 году поступил в авиационный институт, и со мной в группе учился Лазарев. Он играл на тромбоне. Он умер уже, к сожалению. Миша Александров, он играл на контрабасе. И все они играли в оркестре, в джазовом Бекасова, Льва Бекасова. И вот они меня как-то притащили на студенческую весну. И это было так интересно. И стем, студенческие номера, вокальные, танцевальные, хоровые. Мне это очень понравилось. И я старался все время попасть на студвесну. Потом я ушел работать на завод. И после завода я пришел в горком комсомола. Но вы тогда понимаете, что все четко, конкретно контролировалась партийная организация. И тогдашняя секретарь горкома партии Лидия Конурна-Денисова, она контролировала и программу, и исполнение. А я стал заведующим отделом студенческой и учащейся молодежи. И мне проводить студенческую весну. Первую в моей жизни. И вот мне очень сильно помогли Муравец Володя, Кучер Володя. Он сейчас на пенсии руководит музеем судебным в нашей области. Был судьей, председателем суда Ленинского района впоследствии. Образованные, хорошие люди. Они мне очень серьезно помогли в организации вот такого первого концерта. И потом помогали. И первый концерт у нас заканчивался ансамблем, можно сказать, баянов, педагогического университета. Который исполнял, ну, первое отделение, как правило, патриотическое, такое, целенаправленное. Который исполнял фуги Баха. Вот, посмотрите, оркестр баянов, сцена оперного театра. А тогда все заключительные студенческие весны проводились как бы в оперном театре. Вот. И фуги Баха. Я сам очень переживал. Но получилось очень красиво. Очень интересно. И я смотрю, вот сидят там лидеры партийной организации областной и городской. Им тоже всем очень понравилось. И я понял, что я уже как общественник, как капсомолец, как карьерист партийный я состоялся. У меня мероприятие получилось. Мне надо, можно работать. И люди мне будут доверять в этом плане. Ну, то есть вы сами не участвовали в студвездных. Вы вот были именно организатором. Нет, никогда. На заводе, в художественной самодеятельности я участвовал, как ведущий. На заводе, на заводской самодеятельности. А здесь нет. Проходят годы. И вот студенческие весны идут. Мы их так поддерживаем. Жюри заседает. И появляется вот 1991-1992 год, когда, вы знаете, достаточно тяжелая жизнь была. Достаточно тяжело студенчеству было. И стипендии маленькие не всегда вовремя отмечались. И вот этот фестиваль состоялся как праздник молодежи. Как праздник студенчества. Уже во дворце спорта. Я думаю, что после этого, причем мы несколько лет подряд проводили. А потом уже стали другие города проводить. Я думаю, что это вот как раз именно то время, когда была позиция некоторой открытости, некоторой свободы в волеизъявлении и в выражении своих мыслей. И она дала свой результат. Студенческое выступление. Оно было достаточно чистым, достаточно популярным, но в то же время достаточно культурным. И вот так вот появилась студенческая весна. А почему она появилась, на ваш взгляд, именно в Самаре? Ведь городов было много, и любой из них мог претендовать на это первенство, но именно в Самаре это движение и зародилось. Очень много людей в Самаре, которые учились в техническом университете, ну, тогда политехнический институт, в педагогическом, в плановом, сейчас экономический университет, в авиационном, сейчас исследовательский университет имени Королева, вот, тут Виктор Софер, президент университета, которые жили и работали в Самаре. Они все были участниками этой самодеятельности, и они все это так или иначе поддерживали. Кто-то руководил кружками, кто-то продолжал участвовать в хоре Ощепково, кто-то еще там чем-то занимался, кто-то пел с джазом Бекасова, Льва Бекасова, кто-то участвовал в проведении джазовых фестивалей, им хотелось еще какая-то другая сцена. Поэтому вот именно такая обстановка, что было очень много живых людей, которые несли в себе исторически, вот с 60-х годов, идеи сцены студенческой, идеи студенческой весны, которая проходила ежегодно. И, конечно, для них вот эта всероссийская арена, это был действительно шаг вперед, они за это ухватились, они энергично работали. Поэтому задача власти была не направлять, не указывать, а вот эту инициативу снизу поддержать. Поддержать ее, я не буду скрывать, и организационно, и материально. Ну вот как раз про организацию. Понятно, что нужно было пригласить большое количество людей, всех разместить. Как это все организовывалось? Кто всем этим занимался? Может быть, область помогала в этом? Все это очень просто делается. Создается оргкомитет. В оргкомитете есть ответственные люди. Каждый получает поручения. Один отвечает за гостиницы, другой за транспорт, трансферты, третий за питание, четвертый за врачебные наблюдации. Потому что мало ли что может случиться. Поэтому, вы понимаете, в этом труда нет. Важна позиция желания и открытости к творчеству студентов, к творчеству молодых людей, к их идеям, к тому, чтобы они знали, что государство и власть на местах и в центре, она поддержит их, она дает им возможность развиваться. Не все хотели стать, может быть, авиационными инженерами, или нефтянниками, или педагогами. Некоторые хотели иметь путь на сцену. И, вы знаете, через сцену студенческой весны у многих получилось. Поэтому, вы понимаете, когда есть идея и есть желание, то у власти огромные возможности. У нас сегодня в области с вами свыше 100 тысяч студентов. Более 70 тысяч студентов средних специальных учебных заведений. Будем говорить, 170 тысяч человек. Понимаете, какая армия молодежи, которая входит в жизнь. И которая, если видит, что власть, продержащие люди, общество идет ей навстречу, с удовольствием присутствует, смотрит, вместе с ними радуется, веселится, то это только здоровье общества. Это только успех общества. – А вы сами были на первой российской студовесне в Самаре? – Да, конечно. Да, был. – Ваше личное впечатление, хотелось бы узнать. Какие номера больше вам нравятся? Танцы, шутки, стемы? – Мне нравятся хорошие номера. Вот, хорошие номера. А чувство праздника есть, и хорошее чувство праздника. И мы забыли про все те невзгоды, которые в то время присутствовали в обществе. Вот, но мне больше всего, конечно, нравятся в студенческой весне джазовая музыка и джазовое пение. И, конечно, студенческий театр эстрадных миниатюр. Да, критика иногда достаточно жесткая. Да, юмор, иногда даже сарказм. Но ты, когда смотришь это, оцениваешь в том числе и свое поведение, и свое влияние на общество, и влияние общества, в первую очередь, на тебя, ты становишься нескольким другим человеком, это очищает и сближает тебя с народом. Поэтому я с удовольствием присутствовал на концертах Всероссийской студенческой весны, я присутствовал на некоторых концертах наших высших учебных заведений, вот, и я присутствовал, конечно, на заключительном концерте Самарской области. Но в этом году 30 лет этому фестивалю, и он снова возвращается в Самарскую область. Как вы думаете, насколько сегодня важна роль студенчества и вот этого объединения Всероссийского именно на Самарской земле? Я лично считаю, что решение очень правильное. Я надеюсь и я верю, у нас достаточно энергичный, умный губернатор возглавляет комиссию Госсовета Республики по культуре как раз. Я думаю, что наш концерт будет хорошим, удачным, интересным. У нас прекрасный сегодня министр культуры, мурдуляш Татьяна Павловна. Я думаю, что с их помощью это будет замечательный концерт, это будет замечательное мероприятие. Вот мы уже немножко заговорили о культуре Самара, а все-таки город с особой культурной атмосферой. Как вы оцениваете? Сто процентов. Вы понимаете, Самара – это достаточно свободолюбивый в культуре народ. Причем не только исполнители, не только авторы и исполнители, но и сами люди. Достаточно критические, достаточно справедливые, критики подвергает многое. Я лично считаю, что земля, которая породила таких людей, как Валерий Грушин, и в памяти его идет у нас с вами фестиваль туристической песни, она не может давать других, которые как бы лицемерят или что-то еще производят в искусстве. Вот Виктор Александрович Софер, я ему очень благодарен, у нас была 79-я аудитория такая в авиационном институте на корпусе Молдогвардейской, 151. Вот сейчас он ее с помощью ресурсов института и помощи губернатора снова организовал как киноконцертный зал и присвоил. Там вот нас и студенческие весны проходили, и студенческие вечера, и конкурсы, и все остальное. Вот он ее и снова организовали, и она теперь носит название как зал имени Валерия Грушина. На Молдогвардейской, 151 на корпусе, памятная доска висит вот этому героическому нашему молодому человеку, нашему студенту, которому мы все гордимся. И теперь еще есть зал киноконцертный, где можно выступать с песнями со всеми. Если говорить о бардах, это все, ну, Сандлерлева, вот, к сожалению, вот, ковид очень многих унес, но это замечательные же ведь люди. И вы посмотрите, какие мы, вот, МК-62 проводил конкурсы, конкурсы имени Кабалевского, конкурс детского рисунка, джазовые фестивали. В 60-х годах в Советском Союзе джазовый фестиваль, да, и мы это все проводили, и это не запрещали. Хотя в других, там, вот, лидеры партийные, или с осторожностью и относились к этому, и, как, потихонечку смахивали, или вообще открыто запрещали. Я должен сказать, к чести наших партийных руководителей, в частности, Орлов Ларин Павлович, он был первым старым обкомом партии, они этого не запрещали. И это помогало развиваться, развиваться именно так, как положено развиваться, и так, где-то в подполе, там, и так далее. Вот, я, приезжали выдающиеся артисты, Махмуд Исамбаев приезжал, приезжали на гастроли, филармонию, Мстислав Ростропович, помню, был концерт, потом мы на кафедре с Миросичем Ратнером, заведующим кафедрой, где я работал, в плановом институте, обсуждали и восхищались его исполнением, и через два дня он вынужден был покинуть страну. Но память о нем все это сохранилась. Ну и давайте думать, у нас же прекрасный коллектив оперного театра, у нас прекрасный коллектив драмы, у нас прекрасный коллектив кукольного театра, монастырский. Ведь вот монастырский ушел из жизни, а люди ведь до сих пор помнят. Его наследник Дроздов – это совершенно другой характер, совершенно другой художественный руководитель, совершенно другими взглядами, но его тоже помнят, он тоже уже, к сожалению, ушел от нас. Поэтому, а фестиваль памяти балерины, выдающейся балериной Шелли, стала Шеллист, это тоже наше, это все наше. Поэтому Самара, немножко, конечно, мы обижены, потому что во время войны балетные училища, балетные трупы были эвакуированы в Пермь. Вот теперь там у них, конечно, и училища хорошие, и пермские выпускники, в основном для Питера, для Москвы, для других, нам мало достается. Но мы надеемся, что и у нас будет свое хореографическое училище, которое даст нам серьезные таланты. Поэтому Самарская земля богата талантами, у нас очень сильная писательская организация, очень сильная. У нас прекрасное театральное общество. Так что я думаю, что мы здесь не на последнем месте, и вот это вот все как раз и дает возможность нам иметь достаточно высокий уровень культуры. Нам есть на что опереться, у нас есть база, и у нас студенческая весна, и творчество молодежи не на пустом месте. Но если говорить о студентах, они ведь все-таки когда-то были совсем маленькими детьми, учились в школе, в детском саду, и там также проявляли таланты. Как вы думаете, сегодня насколько вот этот уровень детской культуры в Самарской области развит? Мне трудно говорить про детскую культуру, но то, что сегодня и городская администрация, я буду говорить сейчас по Самаре, Лапушкина, или именно мэр города, уделяет огромное внимание работе детского сада, развитию детского сада, обучению детскому саду. И то, что у нас появились сквозные позиции образования, начальная подготовка, дошкольная подготовка, начальная подготовка, гимназия, потом лицей, там, вуз, вот такая сквозная позиция. Это все как раз способствует развитию и всем остальному. Ну, а в детском саду по программе есть творчество детское. Кто-то проявляет себя, кто-то не проявляет. Это трудно сказать. Я, насколько знаю, Ваятенко с детства любил баян. Он сегодня король баяна. Но он тоже был участник студенческой весны. Мы будем говорить, один из лучших. Да, он был участник студенческой весны. Состояние бюджета культуры области было такое, что он выиграл все, и ему надо было ехать, кажется, в Италию на конкурс баянистов. А не на что было купить баян. Не на что. И мы в администрации собрали деньги и подарили ему баян. И он поехал и выиграл. Понимаете, мы это рассчитывали. Ну, он там в пятерке будет, там в тройке. А он выиграл. Вот, понимаете, поэтому здесь я до сих пор восхищаюсь. И он не бросил, он творит, он пишет музыку, песни пишет, сам выступает активно. С молодежью активно работает. Сейчас депутат нашей губернской думы. Вот, пожалуйста, воспитание. Поэтому в каждом детском учреждении обязательно должна быть позиция воспитания культуры и спортивной. Как говорил Антон Павлович Чехов, все должно быть прекрасно. И душа, и тело, и мысли. Ну, кстати, если говорить о спортивной подготовке, сегодня очень много, как я видела, студенты готовят даже акробатических номеров. То есть Самара уже славится не только музыкальными, танцевальными, но и даже немного цирковыми номерами. В этой областной студенческой весне победил коллектив экономического университета, и у них там был такой театр «Пластелиновая дождь». Да. То есть они на ходулях вот так танцевали. То есть можно сказать, что сегодня это уже такой симбиоз и спорта, и творчества, и все это на сцене студенческой весны. Я люблю цирковое искусство, поэтому акробатику, прыжки на батуте, вот я все это отношу к цирковому искусству. Конечно, там и дрессировка животных, работа с животными, и жонглирование. Но то, что сделал Самарский государственный экономический университет, это, конечно, выше всяких похвал. А как вы думаете, как Самара будет выглядеть по сравнению с другими регионами на этой студенческой весне? Давайте выглядеть как Самара. А как это? Вот быть самими собой. Понимаете? Вот как она будет выглядеть? Ну, давайте мы будем сами собой. Давайте представлять то, что мы представляем, представлять наилучшим образом, и будем сами собой. Когда мы сегодня будем ставить задачу, мы должны быть первыми, мы должны быть там, это вот это, будем лезть из кожи, мы надорвемся. И мы ничего не получим. Я вас уверяю, перегорим до старта. Надо сейчас просто поставить себе цель каждый участник. Каждый коллектив должен поставить себе цель вместе с руководителем и добиваться этой цели, спокойно тренироваться. А как мы видим, участвуют, и слава богу, выиграют, мы будем им благодарны и признательны. Значит, наши студенты молодцы. Будут третьими, но и тоже в призах. Шестыми будут олимпийской шестеркой. Так что не надо вот этих напряжений, внутренних напряжений. Пока еще ничего не состоялось, не надо создавать. Но я лично в наше студенчество верю. Ну вот на такой замечательной позитивной ноте, с пожеланиями успехов нашим студентам, мы тогда завершим наше интервью. Большое вам спасибо, что поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о том, как это было, и пожелали успехов тем, кто будет целью. Надеюсь, что будет лучше. Сейчас возможностей больше. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Студ весна – это особое время года. Это время надежд. Время для воплощения в жизнь самых амбициозных проектов. В момент зарождения фестиваля в 90-е годы его участниками стали 260 человек. Теперь на юбилей к нам в гости приедут более трех с половиной тысяч молодых талантов из 85 регионов России. В этом году Самара вновь распахнет свои двери, чтобы открыть стране и миру новые имена. Студ весна возвращается к истокам. Добро пожаловать домой. Субтитры создавал DimaTorzok